МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некогда тихий поселок Дружба заметно изменился за последние годы. Проблем хоть отбавляй. О наболевшем горожане рассказали заместителю главы администрации Матичинского района Юрию Жигулину. Встреча состоялась в местной школе номер 12, где и побывала наша съемочная группа. В ходе встречи были подняты вопросы различного характера. Первые из них коснулись образования. Детям негде проводить досуг. Отсутствует нормальный дом детского творчества. А единственный стадион доживает последние дни. Представители родительского комитета жаловались на ненадлежащее состояние школы, в которой нет спортзала, актового зала, кабинетов труда и многого другого. И это, несмотря на то, что в ответных письмах сказано, средства на улучшение ситуации выделены. Впрочем, проблема остается неизменной с 2006 года. Понимаете, до этого мы нам все говорили. Вас на следующий год включат, вас на следующий год включат. В том году нам включили и родителям на родительском собрании... У меня к вам предложение. Оформите сегодня заявление с конкретным этим вопросом. Вот в адрес главы района. Виктор, уважаемый Виктор Сергеевич, пожалуйста, если у вас такая информация была, что план строительства 2015 года... Вот сошлитесь на эти ответы, приложите эти копии. И скажите, до конца года осталось... Даже меньше, два с половиной месяца. Поясните, почему не освоены эти средства, если они будут заложены? Если они будут освоены, то когда и в какие сроки? Люди старшего поколения обеспокоены уровнем медицинского обслуживания, как взрослых, так и детей. По их словам, на территории микрорайона нет детского врача и всего один терапевт. Что же касается поликлиник, то к одной из них стало тяжелее добраться. Особенно тем, у кого больные ноги. Приходится делать двойную пересадку на городском транспорте, а изменения в маршрутах в ближайшее время не планируется. Дмитрий, в Долгопрудный ходит автобус? В Лобни ходит автобус? Согласовались? Почему этот нельзя согласовать? Это нельзя. Я завтра главе района буду докладывать по этой ситуации. В ходе дискуссии также были затронуты темы экологии, безопасности и состояния мест общего пользования. В конце совещания Юрий Жигулин уверил, что вся информация и жалобы будут переданы главе района на рассмотрение. Сергей Гро, Александр Савкин, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова